Здравствуйте, я Лилия Игликова. О казахстанских реалиях будем говорить сегодня с политиком Казбеком Бейсибаевым. Казбек, здравствуйте. Здравствуйте. Разговор хотелось бы начать с вашего поста на фейсбуке. На своей страничке вы пишете. Народ и так недоволен много чем, а они еще добавили градус недовольства решением о часовом переходе. Давайте сначала поговорим, они это кто. Приведу цитату. Всякая власть выходит из народа и никогда к нему больше не возвращается, говорил Габриэль Лауп, чешско-немецкий писатель, публицист. Если взять слова Бисмарка, то он говорил о том же несколько иначе. Он сказал, все мы народ и правительство тоже. Ну понятно, что на той позиции, которую занимал Бисмарк с высоты, ситуация видится несколько иначе. Как бы вы прокомментировали, они это кто? Они это наша власть, конечно. Вы знаете, вот даже в наших семьях, если глава семьи должен принять какое-то решение, независимо, что-то купить, что-то сделать, кто-то поехал. Он всегда учитывает мнение остальных членов семьи. Ну так принято, так не бывает. Иначе семьи рушатся. Всегда так было. А у нас каким-то решением поменяли часы, и все. И нас не спросили. Вот я здесь сижу, я тоже нормальный живой человек, и вот у меня какое-то сонное состояние. Потому что поменялся биологический ритм. И никто у нас... В Казахстане проживать 20 миллионов, пусть половина живет, вот скажем, в другом часовом поясе, да? Допустим, 10 миллионов. У половины жителей, это они, наши власть, даже не спросили. Можно ли? Ну хотя бы спросили мнение. Это тем более, что у нас сейчас вот спросить, ну провести опрос общественным мнением, это никаких проблем не представляет. Там составьте какой-то там, не знаю, портал там, там петицию какую-то и все. Народ высказался, никаких проблем. А взяли эти они и поменяли. Причем самое интересное, вот они же как бы, вот эта власть, она же говорит, что мы новый Казахстан, мы же со старым Казахстаном-то не связаны. А действует по-старо-казахстански, не спрашивая, взяли ли поменять, не спросили мнение, хотя у половины населения. А между прочим, ладно так сказать, биологические кредиты поменялись, но люди жалуются, что там, ну там может детей поздно со школы забирать, да? То есть вот это решение правительства поменять, это вообще, ну, такой, знаете, вот плевок в собственный народ. Потому что, во-первых, вот это решение, когда было принято, оно же было отложено, было отложено. То есть оно не стояло по веске дня. Решение перемене часов не стояло по веске дня. То есть во всяком случае оно не стояло в первых рядах. Действительно, вопрос о том, что вот эта разница в неудобстве времени, он был у нас, но он стоял только в Казахстанской области. Казахстанской области наша, она больше хотела перейти, ну, как на Западе наш, в том часовом поясе, в западном часовом поясе. Остальных никаких проблем не возникало. Но если вместо того, ну, хорошо, раз жители Казахстанской области высказывали, ну, пожалуйста, пойдите им навстречу, переведите их в тот часовой пояс. А зачем вы перевели всех остальных, не спросив? А это же ведь не только, это ведь, я скажу, знаете, я скажу, вот у меня ЕГОВ, мне поменялась дата рождения. Я родился вообще официально 8 апреля, а мне стоит 7 апреля. Ну что теперь, это значит, у меня будут какие-то проблемы? Причем это не только у меня, у многих вот такая дата поменялась, дата рождения. А завтра мы пойдем какие-то оформлять документы, сделки, ведь скажут, это же не мы. Почему вот я вот, ну, если вещи называть вот своими именами, это какая-то тупость, безалаберность наших властей, которые так поступили. И самое интересное, они молчат. Молчат наши власти, молчат наши депутаты. Знаете, как будто депутаты, вот их это не касает, но они тоже же вот, остановить тоже поменялось, ну, теперь в другом часовом поясе. Нет, молчат. А где наши общественные советы при Акиматах, общественные советы при Министерстве? И они молчат. И получается, что вот только вот некоторые граждане высказали свое возмущение. Вот поэтому, когда вы сказали, они, ну, я такой, знаете, вот пренебрежительный тон, они, мне вот, знаете, это настолько возмутило, даже вот просто слов нету, да, если я не знаю. Вот самое интересное, что они никогда бы свою ошибку не признают. Может быть, через некоторое время они втихаря-то снова поменяют, там, оставят этот Кустановский голос. Ну, к сожалению, это что показывает? Это показывает то, что вот наши вот эти чиновники, наши власть имущие, которые нам каждый день говорят, что мы теперь живем в Новом Казахстане, а действуют они старыми методами, которые достались от прежнего Казахстана. То есть, не спрашивают мнения собственного народа. Но система, наверное, потому и ведет себя фривольно и вольготно, потому что всегда находятся люди, которые поддержат любое решение власти. Объяснение о том, что людям тяжело с перелетами ориентироваться во времени, похоже, никого не впечатлели. И вот, пожалуйста, по утверждению заместителя главврача Восточно-Казахстанского многопрофильного центра онкологии и хирургии Анны Кухаревой, предстоящий переход всей страны на часовой пояс благоприятно скажется на здоровье жителей страны, оказывается, видите, сколько позитива. Поскольку они станут высыпаться, именно здоровый сон влияет на иммунитет человека. Но дальше больше. Казахстанцы с хорошим иммунитетом не подвержены хроническим заболеваниям. Это в вопросах профилактики. И далее. Из-за назначаемой лекарственные препараты будут иметь большую эффективность из-за их привязки к биологическому часовому поясу. Ну, понятно, что, конечно, интересно, кто это говорит, что это. Об этом человеке можно узнать из предвыборной программы. Она была кандидатом в депутаты Можилиса парламента. В марсе прошлого года документ был опубликован, можно заглянуть. А я жду вашего комментария. Что-то комитет, где ее попросили, конечно, попросили потом. Во-первых, кто такая она, чтобы за всех говорить, да? Она же тем более, ну она, да, врач, ну и что? Тем более она, у нее это, это не профиль, я так понял, специальность. Она может что говорить, ее попросили. И пусть она, так сказать, отвечает за себя, по крайней мере, за свою область. А что она, кто ей дал право говорить за всех казахстанцев, да? Ну, половины казахстанцев. Как может врач говорить об эффективности, больше эффективности лекарственных препаратов после перевода региона на другой часовой пояс? Ну, это же маразм. Как это эффективно? Если вот на час перевели, значит, у нас лекарства будут эффективны. Ну, это Марат, она что, считает, что нас за дураков, что ли? И вообще, с чего она решила, что мы не высыпаемся? Вот с чего она решила? Кто она такая вот? Это опять показывает то, что вот эти, как мы сказали, это они, наши власти, да? Вот взяли вот эту врач, попросили сказать. Вот что каждое действие, все хуже и хуже. И знаете, вот такой, знаете, ну просто звук такой, пустоту. Они просто издеваются над нами. Вот если кто-то вот у этой жены, вот этой, мадам, попросит настоящий мне, она же сейчас, она не скажет же. Это, знаете, это вот, ну настолько, ну настолько вот это безалаберное, безответственное решение наших власти. Действительно, у нас же других проблем, что нету, что ли? У нас, смотрите, у нас, нам бы сейчас зиму это пережить, да? У нас, как бы, потом приступить к ремонту, там, теплоэлектрострации, этих, трасс, да? У нас не хватает электроэнергии, да? У нас там, у нас, вот как говорят, что ожидается, в общем, половодие большое, что будет, ну, это большая проблема. Масса, масса проблем у нас, да? И тут у нас ни с того ни с чего перевод часы. Народ действительно и так недоволен, да? Я уже не говорю про рост цен и так далее. А тут нам добавляют, представляете, у нас уже, ну, какой день уже половина населения идет в таком, ну, таком сонном состоянии. Конечно, мы через некоторое время привыкнем. Ну, это, ну, зачем вы нас, опять я повторяюсь, почему нас не спросили? Ну, это стиль, вот, знаете, вот, я вообще, вот эти все наши, так называемые, управленцы, ну, они, знаете, они, как будто живут в каком-то параллельном мире, да, в своем придуманном мире. Ну, как бы, может, я еще раз привожу пример любой семьи. В любой семье всегда учитывается мнение других членов. А тут взяли и решили за один час. Это, опять же, вот, есть же дети, школы, я уже не говорю, там, путаница в документах и так далее. Самое главное, никто не ответит. Конечно, хотелось бы, вот я очень хотел бы, чтобы кто-то объяснился. Вот не вот эта женщина-врач, да? А пусть вот в ранге министра, пусть нам скажет, да? Они же не скажут. Ну, к сожалению, вот такие наши реалии, и, увы, такие наши руководители. Вот такие наши руководители, что могу сказать? Первые дни весны, и понятно, что в предпраздничные дни люди ищут хоть немного позитива. И давайте перечислим, что у нас есть позитивного. Солнце получается сначала вставать раньше на час, теперь уже в 6 утра, светло как днем, в нашем регионе. Что еще? После землетрясения сразу практически сработала сигнализация. Ну да, есть какие-то «но». Были открыты центры приема людей, и расположены они в школах. Как было уже проинформировано об этом населении, ну вот, что интересное, почему-то учеников сразу после землетрясения стали отправлять домой. Родители, которые находились в это время на работе, начали искать способы, как забрать детей, посопроводить их, или перевезти в безопасное место. Опять транспортный коллапс. Прокомментируйте, пожалуйста. Да, действительно, транспортный коллапс был. Просто мой сын, в школах, где учатся, мой сын рядом находится, поэтому как-то он пришел без проблем. А я представляю, как другие дети, да, действительно, потом же метро закрылись, да, метро закрыли, все автобусы были переполнены. Вот у меня, и вот моя супруга приехала с работы кое-как. Да, это случилось. Ну, к сожалению, как бы, я хотел бы сказать, что все-таки землетрясение, такая, это она происходит неожиданно, и к нему никак не подготовишься. Но какой-то алгоритм действия должен был выработать. Надеюсь, вот после того, что произошло, уже будут какие-то, ну, наши власти. Надеюсь, я очень хотелось надеяться, что сделают выводы и предпринят какие-то меры. Потому что вот после первого землетрясения все-таки какие-то изменения есть, оповещение все-таки сработало. Я просто был на улице, я почувствовал землетрясение впервые вот на земле. Я действительно почувствовал землетрясение, то есть не дома, а именно на улице. Вот, я действительно услышал это оповещение. Вот, я потом, когда уже подходил к своему дому, я видел, что наши граждане, жильцы, они вышли и стояли. То есть какой-то уже, ну, какой-то алгоритм действий выработан, да, как действовать, как там поступать и так далее. Потом, я знаю, у меня вот супруга, она преподобатель вуза, там тоже когда произошло, все там организованы, вышли и так далее. Ну, слава богу, что, скажем, учимся. Конечно, может, не знаю, мы дойдем ли в этом плане до японцев, но стремиться к этому надо. А вот то, что произошло, да, действительно, это был бардак, что, действительно, дети отпустили, и родители могли их забрать, и, в общем, транспортный коллапс. Ну, я надеюсь, что будут сделаны выводы, и, наверное, все-таки. Кстати, я вот тоже смотрю, вот, социальные сети, люди уже начали действительно там, наши граждане, вот, я смотрю, там уже тревожные чемоданчики стали готовить, да, там, вот я читал, там одна женщина говорит, вот, мне осталось купить там фонарики и так далее. Ну, как говорится, будем иметь хотя бы вот это, фонарики, вот. Я слышал, что вот в Алма-Ате люди стали там какую-то посмотреть, какие-то меры, вот после вот вчерашнего зима, принимается, там, говорят, там, граждан говорят, что надо там вот так-то действовать, там, люди ищут вот это место, где более безопасно. Ну, как говорится, выводы делать. Я хотелось бы верить, что выводы будут сделаны соответствующие. Я думаю, что многие действительно за прошедший месяц научились большему порядку и организованности. Хотелось бы отметить по информации, которая дошла до нас, очень организованный выход, выводы всех учащихся и преподавателей был в казну. Сначала выведены были все люди, которые находились на первых этажах, потом организованно пошли в следующие. И была обозначена та территория, которая является более-менее безопасной для всех, кто находился в зданиях. Это из положительного. А теперь давайте вернемся опять к вашей фразе. Вы говорили, что градус недовольства народа растет. О каком градусе недовольства вы говорите? О чем это сейчас? О росте тарифов? О проблемах с электричеством? О росте цен на продукты? О чем это? Вот это и есть. У нас все-таки рост тарифов идет. Рост тарифов идет. Рост все-таки, пусть не есть, но тем не менее, рост цен тоже наблюдается. И самое главное, что ведь не создаются рабочие места. Потом, знаете, я недавно видел в YouTube или Facebook вот такое видео, где-то там один, ну, видимо, у нас на Сифуни же, когда подъезжает, рабочих ищут же, вот там подъехал, видимо, там, это правда-не правда, но во всяком случае я видел, как богатый человек, которому нужно работать. И как вот подбежали вот мужчины, говорят, меня возьми, меня возьми на работу тогда. Ну, это тоже показатель, да, значит, люди не синий могут найти работу, вот, и цены растут. Поэтому, конечно, народ, ну, реально, я не хочу сказать, что прямо сейчас вот возмущен народ, ну, все-таки, как температуру, ну, чуть-чуть поднимать. И вот в этой температуре еще добавили градус недовольства, ну, целый градус недовольства, а может, несколько градусов недовольства добавило вот это, вот это не обдуманное, не то решение о переводе часов, которое, ну, не согласовывалось народ. Ну, помимо этого, есть и другие факторы, ну, это, ну, есть и транспортные у нас проблемы, да, в других городах, да, там, и в целом, я не знаю, там, вот, как я сказал же у нас, сейчас вот хорошо, а если вдруг это половодие будет действительно большое, да, как мы подготовились к этому. Потом у нас, опять же, по прогнозам у нас идет, говорят, что будет жарко, не это, да. Ну, я не хочу связывать с тем, что вот прям все-все плохо-плохо, да, просто необдуманное решение, конечно, жизнь сама по себе сложна, и не только у нас, там, по всем мире непросто, да, но вот эти необдуманные решения, вот, наши власти, они добавляют градус недовольства. Вместо того, чтобы, наоборот, нивелировать, да, ну, неужели было трудно, да, вот, я не знаю, там, премьер-министр, или там, ответственный министр, сказать, объяснить, да, ну, хотя бы спросить, да, да, у тебя же депутаты хотя бы спросили по переводу часов, нет, взяли вот решение. Ну, это вообще-то, говоришь, они, знаете, это, говорите, они умеют, работать с своим собственным народом, которым они руководят. Если они спрашивают мнение народа, можно ли, так сказать, верить, что они будут хорошо руководить, значит, какие-то неправильные решения, значит, так же будут приниматься, да, ну, хорошо, то там часы поменять, а может, еще что-то примут. Как, поэтому, ну, не знаю, я больше, вот, то, что у нас рос, не довольствие, вот, если народа, то таким неким катализатором выступают, выступают сами, вот, власибущие. Увы. Потому что так, я думаю, это так. Ну, может быть, и можно не обращать на мнение народа, пока народ молчит? Конечно, вот, народ молчит. Вот, знаете, вот я, вот я же, как будто бы, книгу же издал, да, вот, у меня, вот, я сам, вот, родом из Павлодарской области, ну, я поехал к родственникам, чтобы, там, сдать книгу, и у меня земляки говорят, вот, будете, в области обязательно, вот, ну, скажите, мы придем, ну, как бы, активно, знаете, ну, я специально поехал, вернее, один день посвятил, что, вот, сидел в торговом центре, чтобы, ну, чтобы, несколько часов, там, чтобы люди смогли подойти, тогда. Так вот, практически никто не пришел. Вот, не потому, что, там, во-первых, это был выходной, специально воскресенье, да, чтобы люди смогли. То есть, я хочу сказать, что, вот, это, народ, с одной стороны, вот, как бы, если почитать, вот, социальные сети, да, там, прям, бурлит, да, политическая жизнь, да, все такие богатыри, батыры, да, там, прям, вот, чуть-чуть, вот, пойти, готовы пойти, вот, на площадь, там, такие требования, они, вот, в реальной жизни совершенно разница, они молчат, в общем, и, ну, выйти на площадь, это же тоже не решение, а как тогда можно донести свое, свое желание, пожелание, свое мнение до власти? Ну, правильно вы говорите, ну, хотя бы донести, ну, опять же, вот. Facebook, вы говорите, что Facebook, это некий сектор, отстраненный от реальной жизни. Ну, хотя бы, смотри, мы же начали разговор. А как можно вы... С перевода часов начали, ну, с перевода часов. Ну, хоть кто-нибудь возмутился переводом. А как можно возмутиться, чтобы наверху услышали? Ну, пожалуйста, у нас есть... Подписать петицию. Подписать петицию, обратиться, забросить, вот, отъезжу у нас, УТНЖ, забросить петициями местной власти, задать вопрос. Мы же депутаты избирали, вот, задайте этим депутатам вопрос. Вот. Потом же, извините, у нас есть журналисты, которые, вот, я имею в виду журналистов, которые входят, вот, ну, там, как говорится, парламентский пол, да, правительственный пол. Ну, эти журналисты тоже граждане. Почему они, вот, молчат? Почему они не говорят? А средства массовой информации, газеты, да? Вот они вместо того, чтобы нашли эту, эту женщину-врач, которая говорит, все хорошо, и лекарства, оказывается, удобно принимать, да? А почему они молчат? Они же ведь тоже граждане. Помните выражение, говорит, поэтому ты не обязан, но гражданин должен быть. Они же ведь тоже, они же не на чужой планете живут, да? Их что, этот перевод часов не касается? А народ у нас, народ безмолвствует, как говорил классик. Народ безмолвствует, ничего не делает. Знаете, у народа позиция такова, я виду, в общем-то, что кто-то сделает за нас, а никто, никакой дядя за нас не сделает. Никакой дядя такие вопросы не поставит. Вот мы 30 лет, нам один Моисей, да, говорил там, и он нас 30 лет, да? Смотрите, 20-30 он сказал, да? А где 20-30? Где 20-30? Нету, и Моисея нет. А где 30 развитых стран? Нам же обещали. Нету 30-30 стран, я не вспоминаю. Теперь нам перевели 20-50. А 20-50, даже вот нынешнее поколение, не все это увидят, понимаете? Поэтому, ну вот у нас, знаете, вот народ такой вот, ну, как по-казахски, джуас, момен, то есть вот такой тихий, спокойный и, не знаю, ждет с моря погоды. Вот поэтому, а поскольку народ такой у нас молчит, соответственно, спрашивать не будет и будет переводить. Вот завтра на час, да, перевели, а послезавтра, ну, условно говоря, переведут еще на 3 часа, тоже так же будет молчать. Может, какое-то время поменяют день ночью, да, и говорят, ночь это день, и мы будем говорить, да, это вот такой у нас день. Понимаете? А днем будет говорить, это ночь, как в Санкт-Петербурге. Поэтому такая позиция, надо быть активным, хотя бы свои гражданские права, хотя бы задайте вопрос. Задайте вопрос, граждане страны, нашим властьимущим. Для чего это делается? А как вы думаете, для чего это было сделано на самом деле? Перевод часов? Перевод часов. Вот абсолютно, я говорю, я не понимаю, для чего вы сделали перевод часов? Не знаю, это было решение, ну, еще несколько лет назад, ну, отложили, ну, хорошо отложили. Зачем вы это ускорили? Я вот хочу спросить, знаете, вот у этого же, у Райкина есть такая сцена, где он выходит с таким, с костюмом, да, говорит, кто сшил мне этот костюм, кто сшил мне пиджак, да? Вот я хочу, вот, как гражданин этой страны, задать вопрос, посмотреть в глаза вот этому инициатору, сказать, зачем ты перевел часы? Ты с кем-нибудь спрашивал? Вот я хочу, как этот, как герой Райкин. Есть такая версия, что сделано это было для того, чтобы государственные учреждения в разных часовых поясах, в разных ранних часовых поясах, работали более слаженно. Что вы думаете насчет этого? Если бы наши, если бы, если бы наши государственные органы работали хотя бы нормально, хотя бы выполняли свои функции, я еще мог бы в это поверить. Это все, знаете, отговорки. Какие-то это слаженности. Они и так, как попало, работают. И причем, извините, мы получаем сколько уже, я не знаю, там, какой, мы же, это же с давних времен у нас разница между западом и востоком республики, да, страны. Тогда была казахская сцена. Ну, мы же работаем. Мой отец работал нормально, да? Мои братья работают, я работал, ну вот. Мой сын живет, а тут взяли какой-то, ну, дурак какой-то, взял и перевел. Какая слаженность. Это что это самое? Просто, вы знаете, вот, просто есть одно выражение, которое здесь нельзя говорить. Когда кому-то делать нечего, он что-то говорит чешно. Вот они то же самое. Показать. Есть такое, знаете, вот выражение, закон Фаркинсона. Когда им делать нечего, они придумают для себя. Вот они и придумали. Я еще раз говорю, мне просто хочется вот посмотреть вот это глаза этим людям. Ну, честно говоря, даже плют в лицо хочется им. Это издевательство. Мы, граждане, должны быть, не должны этого терпеть. Мы должны, ну, в конце концов, хватит уже издевательства. Вот такое издевательство, когда нас не спрашивают. Гражданам страны пообещали строительство нового справедливого Казахстана, удвоение ВВП к 29-му году. Но кто это все будет осуществлять? У нас какое-то невероятное количество министерств. И кто в этих министерствах сидит? Что вы можете сказать о новых назначениях и о детях в правительстве? Я, честно говоря, у нас... Я уже сейчас не слежу за этими назначениями. По одной простой причине, что они ничего не меняют, да? Как в известном анекдоте. Потом есть еще один момент, что у нас нет вот этих... Как если футбольный терминолог использовать, скамейка запасна совершенно короткой. Вот. И эти назначения не меняются, хотя потому что у нас назначаются на руководящие люди те кадры, которые в свое время были помощниками, которые, скажем, ходили, подчинив своих начальников. То есть назначаются не кадры, которые руководили, да, и принимали на себя ответственность. У нас какие-то исполнители поручений своих начальников. Вот эти исполнительные поручения становятся начальниками. А могут ли те люди, которые вот психология, исполнительные поручения, а если вещь называть своими именами, ну, слуги получают, руководить, ну, отраслью там и целым коллективом? Конечно, это не может, потому что руководить, это брать на себя ответственность. А иногда такой ответ, это риск ему, они этого не делают. Поэтому у подчиненных, у которых психология подчиненных, их самая главная задача доклад руководству, все-все хорошо. Как все хорошо из маркиза, да, вот так. Поэтому это так. А потом их кто назначает? Их назначают люди, которые, ну, люди, которые сами вот были подчиненными, потом они стали начальниками, они теперь своих подчиненных назначают начальниками. У нас, получается, руководство страны, люди вот психологии, вот даватели поручений и их подчиненных. А в итоге они с нами не советуются. Вот какой-то дурак решил понравиться начальству и поменял часы, из-за которых мы страны. Конечно, надо менять. А для того, чтобы менять, это надо, чтобы на политическую сцену выходили новые личности. А чтобы новые личности выходили, как мы здесь уже много раз говорили, надо менять закон о политической партиях, убрать необходимость регистрации инициативной группы, а без этого движения не будет. И получается, у нас какой-то заколдованной корм. Мы говорим, говорим, а все вокруг дау, ничего не меняется. А если никогда не меняется, то есть такие законы развития общества и нации, и они, ну, когда недовольство перерастает, то, как говорят классики, создаётся такая ситуация, когда верхи не могут, низы не хотят, а это уже приводит к всяким разным потрясениям, чего, конечно, не хочется. То есть, правильно я вас понимаю, весной будем ждать паводков и затоплений, летом пожаров? Ну, я, конечно, этого, естественно, я не хочу, но я просто читал, что в этом году, у нас зима-то всё-таки снежная, а если снежная, значит, воды будет больше много. Но как подготовились наши власти, я не знаю, я не хочу, естественно, я хочу, чтобы власти справились с этой проблемой. Но это же тоже, как они, посмотрим, пока они подготовились. Опять же, по прогнозам синоптиков, что лето будет жарко, а если жаркое лето, естественно, будет пожароопасно. Я так, естественно, не жал. Я хочу, чтобы мы сделали вывод по землетрясению. Я хочу, чтобы наши власти тоже предприняли меры. Ну, мне в это хочется верить. Но когда вот такие решения принимаются, не обдуманно, сколько раз говорили про эти часы, то только такое пессимистическое получает настроение. Ну да, вопрос, кто будет следующим плакать перед президентом? Или закончится ли это смещением с должности или наоборот повышением? Кстати, вот это я специально посмотрел, кто инициировал вот это решение о переводе на чистоство, как раз в Министерстве экологии начальник был, как раз вот когда возглавляла вот эта мадам, которая плакала. То есть вот она, вот ее министерство приняло, инициировало потом другое министерство, вот, а теперь ее нету, а отвечать кому? Ну вот, такой вот, такой получается расклад. Еще одна цитата с вашей странички. Проблема не в том, что у нас коррумпированные чиновники, проблема в том, что у нас коррумпированы мозги, у нас ложная идеология, ложные ожидания, нежелание говорить правду. У нас инстаграмный синдром, мы патриоты, но мы боимся сказать правду. Вы так это осторожно написали, так сказал один деятель про свой народ, а такое ощущение, как будто сказано про нас. Вы имели в виду Арестовича? Да, да, вот этот известный украинский деятель Арестович, он сказал, я вчера или сегодня посмотрел, он сказал, ну, у нас же, видите, он сказал про свой народ, но это же и нас касается. Потому что ведь проблема не в коррупции наших чиновников, ее же можно решить, а проблема коррупции в наших мозгах, мы же никак не можем перестроить в наших мозгах. У нас же ложные ожидания, ложные вот эти идеологии, мы не хотим верить в реальность, ну, все, вот, знаете, вот, какие-то розовые очки, вот. А вот это, поэтому надо начинать нас самих, самих надо задавать вопрос, а что я сделал для страны? А почему, ведь, вот, известный образец, что ты сделал для страны, не страна для тебя сделал, что ты сделал для страны? Как ты, гражданин, себя проявил в той или иной ситуации, ну, имеется, политической. Вот с этого надо начинать. А если вот так сидеть, молчать, конечно, со стороны, там, в социальных сетях критиковать, вот мы такие, такие. Надо хотя бы полноправно пользоваться своими гражданскими правами. Ну, хотя бы вот этого депутата, которые, вот, они избраны по одномандатным округам, у нас же в этом году, в прошлом году состояли выборы по одномандатным округам, то есть мы их непосредственно выбираем, но хотя бы им направить запрос, сказать, пусть они зададут вопрос нашему правительству, почему они, ни с кем не посоветовавшись, поменяли часы, да, хотя бы так, да. И у нас же есть вот это, вот у нас общественный совет, я только что говорю. Для чего? Вы там здесь люди, вы задайте общественный совет, задайте вопрос Аким Даму, или, а как нам выйти на власть? Потому что Акимы, как, ну, наверное, многие не знают, они же ведь, они как отчитывают Аким областей? Они приходят в столицу, там есть центр коммуникации, туда приходят и расскажут столичным журналистам, как их ригонишься замечательно. Так они почему перед собственным народом не отчитывают? Вот эту надо систему менять. Кстати, вот, знаете, вот, мне там одни написали, оказывается, вот, премьер-министр, в ближайшее время наш новый премьер-министр должен посетить некоторые области. Вот в этих областях, ни один написал там, что там готовится показ уход премьер-министров, вот, они все, там, сейчас вот все ходят там, с утра там все ходят, что-то делают, самое главное, показать все, что хорошо, вот, то есть вот так, то есть получается, но я не хочу объявинить, там, премьер-министр, что он там этого нет, можно действительно не знать, да, но хотелось бы, чтобы вот кто-то, если кто-то смотрит нашу передачу, чтобы, ну, как-то довел до него, что, ну, нельзя же так. Пусть он спросит, а кем, почему они, они хотят, в общем, а кемы хотят принять премьер-министр по-староказахстански, то есть показать все, что хорошо, а меньше говорить о проблеме. Я надеюсь, что у нас все-таки премьер-министр, ну, относительно молодой человек, энергичный, тем более он у нас с коррупцией борется. Пусть он, так сказать, скажет своим подчиненным, чтобы ему не надо показуху строить. Я знаю, что это... Но показуха, согласитесь, это уже в давних традициях в нашей стране, а сейчас вот хотелось бы еще отметить одно из направлений, которое стало уже трендовым среди молодежи. В Фейсбуке нередки стали такие посты и видеообращения молодых людей, которые задаются вопросом, о каком моем долге государству идет речь, если это государство для меня практически ничего не сделало. Детский сад платный, школьное образование, да, это бесплатно. И дальше, высшее образование платное, квартиры и любое жилье платно, каждый добывает себе сам, работа трудоустраивается сам, платят, кроме того, налоги. Пенсионеры, которые сейчас получают пенсии, понятно, они получают свои деньги из отчислений работающего населения. Правильно ли это, по вашему мнению, и не опасно ли это для страны? Нет, я считаю, что молодежь правильный вопрос ставит, потому что она действительно за все платит, особенно молодые люди из простых семей, они там платят, чтобы получить хорошие оценки, плата за обучение в институте, а потом-то и на работу-то не устроиться, понимаете? Потом еще за устройство-то тоже платить, ведь есть, я просто знаю факты в некоторых наших регионах, там говорят, когда устраиваются в школу, даже техническое, пишут два заявления. Одно на приеме на работу, и второе с открытой датой об увольнении. И какой-то месяц деньги отдаются, ну, скажем так, работодателям, да? И это все знают, да? Вот в некоторых наших регионах я не могу утверждать, но тем не менее мне сказали. Поэтому требования молодежи, они вполне обоснованы и правильные. Я более того скажу, вот я недавно был там в одной студии, там по своей книге, и там мне вот молодые журналисты, ну, там молодые люди, они высказали вот то, что они вот сказали примерно так, ну, если вы пишете, что вот такой был, ну, скажем так, нехорошие дела творились. А почему вы молчали? Они будут мне конкретно сказать. Я, конечно, стал объяснять, что я не отношусь, я не был в системе власти. Мне наоборот оттуда, ну, попросили покинуть, да? Но я что хочу сказать, что молодежь, вот это молодое поколение, она уже начинает высказывать претензии к старшему поколению. И она права? Она скажет, а что, если у нас такая ситуация, если у нас там, там, система образования так, если у нас власти вот эти, как я назвал, они ведут себя так, если у нас 70% нефти оказывается в руках иностранцев, если у нас другие очень важные месторождения в руках иностранцев, то, кто в этом, они же, естественно, предъявляют претензии к старшему поколению. И они правы, и мы старшие поколения, я имею в виду, ну, вот, старшее поколение, особенно те, кто был во власти, они должны быть готовы отвечать на эти вопросы. А вопросы такие тяжелые, серьезные. И они, я, в этом плане, я поддерживаю молодежь. И пусть они больше задают вопрос, и задают вопрос конкретно тем людям, которые 30 лет нам руководили, а в итоге оказались вот так, в такой ситуации, когда у нас. Поэтому я поддерживаю эти требования молодежи. Чем молодежь активнее будет, это лучше для страны. Но что касается второй части моего вопроса, не считаете ли вы, что это опасно для страны? Потому что если вдруг какие-то потрясения, то люди должны понимать, за какую идею они идут защищать свое государство. Идея должна объединять. А у нас, наоборот, получается, что многие молодые люди не верят в свое будущее в Казахстане и просто уезжают из страны, если есть такая возможность. Да, если, особенно, которые себе, ну, хорошее образование, достойные специалисты, да, при возможности они уезжают из страны и так далее. Более, я, знаете, да, есть некоторая опасность тоже в этом есть, потому что, а если будет вот, требования там будут из-под контроля. Я, знаете, вот, даже вот я иногда задумался, вот почему, вот мы часто здесь говорим, почему не дают вот создать партии, ну, они либерализуют закон о партии. С одной стороны, мне кажется, что если вот, ну, будет закон позволить таким простому, упрощенному партию создавать партии, вот создают партии, а у кого есть деньги у нас? Это представители старого Казахстана. То есть старые представители старого Казахстана, у которых есть деньги, они создают партии, они возьмут вот эти популистские лозунги, и, естественно, они будут, они уже будут пойти, могут пойти против новой власти. В этом тоже есть опасность, я просто так подумал. Поэтому есть опасность, ну, знаете, ну, в любом случае, я считаю, что в нынешней сейчас действующей власти, конечно, масса проблем стоит. Для них, вот, знаете, это как вот, есть же выражение, афгивы конюшни, да? Даже мне кажется, что вот нынешние у нас, даже президенты, когда вот уже полностью как бы взяли власть, они даже не представляли вот этот большой объем проблем. Вот эти афгивы конюшни надо вычищать. Но в данном случае, ну, мы граждане, да, вот вместе, даже, да, мы критикуем власть, да, у нас масса претензий и так далее. Мы, к сожалению, или наоборот, к радости, но мы должны осознавать, что вот эти афгивы конюшни, которые нам достались от старой власти, мы все вместе должны вычищать, если мы хотим какие-то изменения. А если мы будем друг на друга кивать и так сказать, мы будем говорить обществу, что вы виноваты, а это с нами не будет там, с нами не считаться, конечно, ничего не будет, поэтому мы должны быть вместе. И здесь, конечно, большая роль, так сказать, ну, принадлежит нашим властям. Они должны нас, как бы, себе притягивать, чтобы мы вместе вычищали афгивы конюшни. Но они, видите, делают вот такие ошибки по часам. Но мне хочется верить, хочется верить, что все-таки эти афгивы конюшни мы вычистим. Иначе у нас просто другого выхода просто нет. Спасибо вам за интервью. Спасибо вам.